приехал тут сегодня к товарищу попросил у меня залезть на крышу заделать трубу сам он не может ввиду возраста поэтому попросил меня в этом видео я покажу как утеплял трубу для отвода продуктов горения газового котла и для чего это нужно такой у него домик голубая ель красота похуже забираться придется по этой лестнице розовый сад или сад роз не знаю как правильно здесь они жарят или как пекут готовят шашлык здесь это у них уголок отдыха видите как классно ну а там уже соседи конечно перед началом работы необходимо подготовить инструмент зашел и тут подальше что пену попробовать монтажная пена пролежала несколько месяцев причем хранилась неправильно далее постараюсь рассказать как нужно хранить ее правильно пена греется мы пока пойдем лестницу подготовим а то слишком уж что-то она жиденькая чтобы себя обезопасить прикрутил новыми саморезами перекладину все-таки придется подниматься по ней на высоту более семи метров залез я на крышу дома такой вид видите местами крыши так а вот эта труба от камина а вот то вот газового оборудования от печки где-то заходит больше чем пол пальца в щели здесь вот вообще насквозь верхняя часть за годы эксплуатации газового оборудования из-за того что труба не утеплена раствор выкрашился из швов между кирпичом даже чем бы здесь нормально было гельметиком силикон дмитриевич там не нацепил пену вот она сейчас запеню все вот эти щели прохожу все места которые выкрашились в кирпичной кладке монтажной пеной пена будет связывать кирпич вместо раствора и дополнительно утеплит ограждающую конструкцию дымоходной трубы в данном случае кирпичную кладку но для тех кто делает дымоход заново можно в качестве утепления использовать каркас обшитый металлом и утепленный несгораемым утеплителем это облегчит конструкцию кирпичной кладки и снизит статическую нагрузку на конструктивные элементы вашего строения вот видите значит раствор хорошо стоит решили вот эти щели заделать гельметиком в отличие от раствора в швах кладки раствор который уплотняет дымоход сверху конструкции был изготовлен относительно недавно и под уклоном поэтому он сохранился лучше микро щелки заделали между трубой и раствором я думаю еще постоит не один год замазываю вот эти щели герметиком а вот здесь вот мох тоже отковыриваю старый герметик отковыриваю да говорит делал примерно лет пять назад ну вот и считайте обслуживание этого объекта так сказать вот этой трубы видите насквозь прям щели насквозь потому что там не было утепления то есть плохой утеплитель вот она и развалилась то есть когда вы делаете газ или вообще все что угодно надо трубу утеплять тогда она и держит чтобы не образовывался конденсат вон там внутри ну вот еще одна напасть вот эта пена хранилась вот так вот ну это не я ее хранил хранил мой товарищ и газ потихонечку тут всякие щелки вышел и смотрите пол баллона пены и он оттуда не идет эта пена она не идет почему потому что газа нет на солнышке немножко поле полежит нагреется видимо то что еще есть внутри по вылазит и все на этом храните пену правильно то есть хранить ее надо вот так вот тогда в любой момент через два месяца через три берете и она работает пока дмитриевич уехал за пеной я вот сейчас сяду сверху на трубу и покажу вам окрестности ну там он строится магазин одной из торговых сети вот это завод бадов бывший руководитель нашего города глава города мухортов построил так вот это подстанция видите по проводам идет ток высокого напряжения ну а там они перебатывают там где краны стоят я не знаю что там сейчас строят вот смотрите слева это детский сад справа 16 этажный дом березкой закрывается называется демидовский парк так а это поселок рассвет вот который сейчас вот вы видите дома это поселок рассвет действие этого поселка началось еще в конце девяностых по моему десятые нулевые годы строились десятые годы все добавлялось ну более-менее обжитое место нормальное так сказать можно сказать даже престижно а вот где машины едут это улица спаская ну а вот и дмитриевич едет с пеной эти на велик магазин съездил все сейчас дело пойдет прибыл что у вас αυτό есть порядок ну которые в прыг то вот Сейчас я вот так запеню Оставлю место для раствора Покажу потом, как у меня получилось Трубу запенил, перетер Пусть она сохнет Вот это все дело потом подсохнет Подметем Мы еще будем гвозди менять на саморезы Поэтому это еще все уберется Для чего это все было сделано? Чтобы труба газовая была в тепле А когда она в тепле, в ней образуется меньше конденсата Конечно ее можно было вот так еще подрезать Но опять же она тогда будет ниже конька И здесь меньше Вот этот кусок меньше бы скапливалось конденсата Так что утепляйте трубы Особенно которые на улице находятся Или в чердачном помещении Она будет стоять долго и служить хорошо Вот теперь надо слезть еще Девять ступеней У которых длина по полметра Высота верней Слушай, ну давай лестницу немножко переделаем Найдешь? Я заготовлю Ты посмотри, я не могу достать Слушай Слушай, а что вы как-то говорили? Между ними... Слушай, ну давай лестница Слушай, ну давай лестница Субтитры сделал DimaTorzok